Глава 67 Блаженный Шука отвечал Да будет так, государь, я расскажу тебе еще одну повесть У Нараки, убиенного Кришною, был друг, горилла по имени Двивида Когда-то, во времена Рамачандры, он служил в воинстве обезьяннего вождя Сугривы И обладал этот Двивида силою невиданной Решил Двивида с братом своим Маиндаю Отомстить сыну Васудевы за смерть своего друга, Нараки И, вторгшись во владение едавов, Анарту Принялся разорять ее города и деревни, пастушья стойбища и горное селение рудокопов Он раздробил горы Анарты и, подступив к Двараке, стал забрасывать камнями стольный город Кришны А могучий, как десять тысяч слонов Маинда, обошел Двараку с моря И, взволновав руками воды, поднял такие волны, что они прорвали береговые укрепления Двараки и хлынули на улицы города Злобная обезьяна вырывала с корнями деревья вокруг жилищ отшельников Испражнялась на их жертвенники и исправляла малую нужду в священное кострище Подобно пауку, что пленит в своей сети мелких мушек, Двивида похищал мужчин и женщин Заточал их в горные пещеры и заваливал входы огромными валунами Упиваясь силой и безнаказанностью, Двивида осквернял женщин почтенных семейств и увечил их мужей Но однажды его слуха коснулась сладкое пение, доносившееся со склона горы Райватака Смутьян, плененный дивным звуком, устремился к горе И там в густой роще увидел блистательного, подобного богу любви, балладеву с гирляндой лотосов Окруженного толпой юных и веселых дев, опьяненный вином и любовью Царевич Едавов пел сердечные песни и вращал в охмелю безумными глазами И был он среди красавиц, как слон, в своем стаде в весеннее время Двивида взобрался на дерево и стал прыгать с ветки на ветку, крича по мартышке Кила-кила, кила-кила Но ветреных спутниц балладевы обезьяньи проказы не огорчили, а только развеселили И роща наполнилась задорным девичьим смехом Тогда Двивида спрыгнул на землю и принялся дразнить юных дев, корча рожи, выставляя на показ свой красный зад Дабы угомонить буяна, балладева швырнул в него тяжелым камнем Но Двивида ловко увернулся и, схватив кувшин с вином, с издевкой запустил его в балладеву А потом он подскочил к девицам и стал хватать их за одежды Тогда понял Господь, что только убив задиру, можно остановить его бесчинство и положить конец бедствиям окрестных городов и селений Сын Рахинин схватил свою железную палюцу, острый плуг и двинулся на врага Могучий Двивида только этого и ждал Он выдернул из земли дерево шала и, подскочив к сыну Рахини, со всей силы ударил его по голове Как горная скала, не знающий равных в битве балладева, остался непреклонен Он выхватил дерево из рук Двивиды и в тот же миг обрушил на Смутьяна свою могучую палецу Сунанду От удара палец чело Двивиды окрасилось кровью и напоминало красную от охры скалу Но дар сугривый уберег его от гибели В ярости Двивида вырвал из земли еще одно дерево, ободрал с него ветви и обрушил на балладеву Ударом палец и Господь разнес дерево на сотни щепок Но Двивида и не думал униматься Схватив ствол могучего дерева, он с устрашающим ревом бросился на Всевышнего Но и это дерево рассыпалось в прах от кулака балладевы Сотни деревьев повырывал Двивида из земли, пытаясь сокрушить сына Рахини Но все усилия его были тщетны Балладева ударами кулаков дробил их в щепки И длилось это, покуда в роще совсем не осталось деревьев Еще больше разъярилась дикая горилла Она стала отламывать от утесов огромные камни и метать их в непобедимого балладеву Но все ее усилия оставались напрасны Господь палицей отбивал все камни, дробя их на мелкие куски Тогда обезоруженный Двивида приблизился к Балараме И стал наносить сыну Рахини в грудь страшные удары своими тяжелыми кулаками Но и они не причинили Господу никакого вреда Разгневанный царевич Едавов отбросил свои плуг с палицею И с такой силой ударил Двивиду в ключицу Что тот рухнул на землю Раскинув в стороны руки, ноги и кровь хлынула у него изо рта От падения исполинской обезьяны на землю Гора Райватака вместе со всеми ее утесами и могучими деревьями Закачалась, будто ладья под порывами ветра И возликовали боги на небесах, взиравшие с высоты на эту битву И ангелы, и святые мудрецы восславили мощь, отвагу Баладевы Небесные девы осыпали Господа светочным дождем А когда Господь вернулся в двороку Люди, радуясь гибели злодея, возносили хвалу Балараме И преклонялись перед ним Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok